вернулись мы с вами на изначальную точку продолжение смотра с этой лестницей мы поднялись здесь пещера небольшая ничего особенного и теперь нам нужно подняться вот туда наверх паша стоит на полпути ну там наверно 1 3 до осталось полпути до много руки это половинка в памяти одно а по виду кажется что одна треть осталось поднимаемся пути встречаются такие ничем не примечательные грот и пещеры но скорее всего это были такие охранные посты с одной стороны там где я показываю второе что если вдруг город это будет подниматься чтобы сразу дать под шарабану кому-то не пропустить дальше либо поднять тревогу и на всем пути на пещере есть вот прям как вам показать простые уже в таком месте ну вот типа вот таких вот мест выбоин это все сделано естественно не природой а людьми но часто понятно что природа уже размыта делать это для чего типа как ступеньки по ступенькам ты идешь и в виде поручни ты можешь держаться за эту ямку посмотрите временем прямо как под ногу выточен камень ну эти штуки чуть позже покажу потому что там прям будет видно да сейчас и поднимусь увидите там есть специальные ниши под свечем то есть они освещали свою территорию дома жилища есть есть выточены из камня места для хранения и сбора воды туалеты место для изготовления вина для хранения зерна в общем несмотря на то что это было были постройки 14 4 там 10 века нашей эры но в то время естественно люди уже пытались не только выращивать для себя еду и делать вино но еще этим и торговать ближайших населенных пунктах но естественно в первую очередь это было охрана своей территории потому что набеги и печенек набеги и золотой орды которые очень часто происходили здесь крыму в одно в один период все эти пещерные города они заканчивали свое существование именно по одной причине кто-то из городов полностью уходил после набегов кто-то через какое-то время возвращался возвращались либо уже монахи либо снова эти же горожане но если второй раз или третий раз были набеги на этот город город разграбливался естественно женщины насиловались мужчина убивались женщины и молодые так скажем ну люди мужчину мужского и женского пола забирались в рабство вот поэтому смысла особого здесь не было возвращаться то есть то время люди понимали что слишком низко либо слишком не укреплена крепость либо какие-то другие причины поэтому переходили в другие места находили новые такие вот вершины строили их и образовывали новые города такие вот пещерные чтобы вечером есть интаки нужно ходить и не сидеть павлик телевизионного просмотра канала культуры да да ребята очень круто просто вообще великолепие полная потому что художники творчество вообще любой человек что я там кого-то мельчу и выбирают и вообще не мое дело понимаете да смотрите какой вид мы в тени а сзади как будто бы экран какой-то картина написанная маслом либо любой другой краска которого нравится просто супер она отделена мы сидим в вершине в тенечке солнце светит вот туда в долину супер просто и здесь ведь уже этого слышите точнее не слышите этого шума где там были люди и крик был писк так идет группа туристов нужно будет побыстрее сюда линять были мы с вами вот на том комплексе охрана северном и поднялись вот поэтому по это расщелине где вот мы чапали вот по этой вот где как раз идет человек амфибия человек амфибия а и хочу сказать что повторится что здесь израстает в крыму крымский дуб он чаще всего поселяется или укореняется именно на крымских вершинах не другое практически другое дерево здесь особенно более выше не уживается цветы кустарники трава и все другое павлик что здесь нельзя делать ничего здесь нельзя рвать ничего не резервать ничего собирать все это заповедник крымский поэтому ничего тут нельзя трогать не значит голубая травка ой довольте листья давайте травы часа сорву и ничего не положу ничего даже камни подъем поднимается вот мы идем с того места но не такой крутой но все равно есть немножечко взъема павлик спрашивает что сейчас просил но у меня догадки только единственное что гора большая вершина но относительно да да для того времени поэтому нужно было охранять с разных сторон там и там где можно подойти горе уже справа и слева неподступные скалы практически под 90 градусов подъем идет из двух сторон нужно было охранять почему они разместили город либо вот очень сказать с той стороны больше потому что то же сойдем там будет разрушены остатки церкви и по различные начнутся ну может быть до южный берег крым южная сторона как-то не знаю почему возможно и номера люкс да возможно что здесь когда-то что-то тоже было но сколько мы тут в том году не бродили не ходили про сейчас идти почему потому что знаем уже эту всю территорию где что начнется хоть даже несмотря на то что он были здесь один раз но в некоторых местах все равно встречаются небольшие такие же как там начале были форпосты не знаю видимо охраны пещерки но вот именно один промежуток какой-то большой либо это уже все просто провалилась и занесло временем и песком и всем остальным но вот сейчас мы идем по тропинке практически ни одной пещеры нет я думаю что смысла здесь особого нет городе не жили миллионы человек как сейчас современное время в городах города были где-то по 100 по 200 по 300 человек и конечно вместе держаться им лучше потому что если вдруг что крика о том что нападают и люди разбегались разные стороны только куда они бежали неизвестно если на них наступали с одной и с другой стороны столько прыгать куда-нибудь в обрыв вот я не знаю увидите вы не увидите вот смотрите мы с той стороны идем и тут никак не подступиться но естественно в то время наверно что это как-то было вытоптано какие-то торпинки здесь вот наверное этот спуск есть к этой пещере ну туда уже спускаться не будем потому что блин как вам показать то вот она прямо за рябиной и и видно короче вот она там тоже одна видите на краю самой пропасть естественно что это не место для жилища было и не место для никакого для хранения это был очередной форт пост очередное место для обзора окрестностей вот ну идем дальше ну вот в лесах по критически так скажем ничего не видно возможно что то было но не сохранилось вот они сейчас начинаются еще одно бурундук да кстати есть фотография здесь прикольная пещера но я не знаю я думаю что здесь уже кто-то может быть и жил потому что есть строение остатки прямо квадратного какого-то объекта со входом еще в одну пещеру ну естественно что мы здесь можем только догадываться додумываться или историки либо археологи либо экскурсоводы могут только рассказать мы можем только размышлять как это было и всего что здесь была еще какая-то крыша ниша и что-то здесь хранилось скорее всего как и здесь потому что даже несмотря на то что там с десятого века нашей эры земля естественно поднялась дожди песок ветер все остальное то мне кажется там конечно никто не жил что-то место для какого-то хранения было и рядом было жилище я думаю а может быть тоже такой видите вход и домик домик окошечко и дверь и наверху есть такой интересный выступ не знаешь там можно сейчас подняться раньше там камень был я вам покажу давайте зайдем вот в эту пещеру здесь прикольные фотографии получается ну и я вам покажу как это видео выглядит это называется домик барондучка в том году я здесь случайно нашел эту дырку и сфотографировался камушек тут также стоит ну скорее всего это было ну скорее всего что это было естественно небольшое какое-то отверстие ну судя и читая по различным источникам и то что говорят экскурсоводы небольшое отверстие для того чтобы разводить здесь в этой пещере костер дым чтоб выходил а костер то есть пламя чтобы не было видно потому что сейчас вырастут такие огромные деревья где-то были какие-то кустарники а вот деревья были намного ниже естественно а вот но в любом случае яркость света даже через кусты все могло отражаться представляете полная темнота если вы даже в городе где-то в темноте сидите и далеко в какой-то соседней деревне горит какой-то лучик света вы его увидите определиться место поселения это как его зовут золотой ордой и придут и разграбят поэтому все прятали но как-то нужно же было отапливать поэтому вот строили а сейчас со временем со временем это все это все естественно размылось водой и ветром и отверстие получилось где-то вот как сейчас вот это вот окно даже чуть побольше шум пролетающего очередного военного самолета создается впечатление нет ни тревоги ни паники а наоборот какого-то дополнительного спокойствия к этому очередному прекрасному виду и благоговению то что мы видим и внизу снова два пупсика стоят смотрите одинаковые вот так и внизу обрыв внизу обрыв может быть следующий если вдруг не получится я вам просто покажу вот по этой дороге идет параллельно пещерному городу дорога и вот по ней везут там где стоят джипы ну тут сколько метров пятьсот наверно потому что там где вот вдали долина как бы это не было масляно-масляное там вот да вот видите вот этот вот штучка и поле это вот уже заканчивается вот этот вот подъем гора и самое интересное впереди поэтому по сути дела тут вести то метров пятьсот от силы но за это берут деньги вот и говорю что кому трудно вот по этой тропинке поднимайтесь там наверх и начинать экскурсию только задом наперед идем вперед а то там где-то слышу голоса не хочется просто с туристической группы ходить делить свою территорию дошли мы с вами до третьего места получается здесь мы поднялись здесь мы с вами посмотрели северный этот охранный комплекс сейчас мы вот это все прошли здесь где-то было у нас хатка бобра чуть подальше у нас было еще одно место я вам показал вот это вот за рябиновый охранный пункт и мы дошли до третьего места но в принципе она так и есть это видимо все к тому комплексу относится вот эта вот пещера потому что это осадный комплекс господи римские цифры шестой девятый век девятый век вот почитайте информацию о ней из кикермен в общем чтоб я вас не задерживаю все прочитаете мы побежали дальше сейчас я покажу тут пещеру можно спуститься я вам и покажу как отсадочный комплекс выглядел потому что к тому нельзя подобраться как раз пускай все что хочу сказать на будущий год если мы конечно поедем по таким горным вершинам нужно покупать новые кроссовки почему потому что у павлика и у меня мы их стоптали просто в порошок подошва гладкая и вот на таких каменистых участках подошва уже знаете как как скажем как на катке сейчас он покажет я вам покажу его обувь и моя точно такая же вот видите все тоже в порошок все это вот как раз эти спортивные кроссовки которые покупались именно как эти ходить у меня ведь уже там носок видно у меня прямо это вот рука чувствуется ну все что там же есть еще кроссовки одень тогда какие-то неспортивные вот эти у нас цветные которые у нас для ходьбы эти они были такие знаете вот как у меня рифленые но вот у меня видите тоже подошва все скаталось но хотя еще протектор более менее так ну что ребята нет туда я не пойду туда а осторожно спуск запрещен сушки можно спуститься но не подняться аля улю я там даже не знаю сколько метров но метров наверно глубина метров 15 наверное 20 дырень такая что это было а почему это интересно может быть туда вниз спускалась спускаешься есть какая-то пещера которая выходит наружу но это мы с вами уже точно не узнаем рисковать жизнью я не буду камушек может быть часики наступы услышали какой как далеко он летит слушайте вот он только долетел потому что там ступеньки очень скользкие осторожно спуск запрещен а 6 марш и 84 ступеньки а что там прочитай пожалуйста чтоб я тоже снаружи не представляет собой лестничный спуск завершающий галерея которая ведет пещеру где находится природный источник воды ага понятно все короче ну туда мы точно не пойдем это здесь в общем типа была пещера с водой осадный комплекс не знаю почему тогда назывался но это конечно треша в общем это колодец колодец с водой ну если прямо кому-то захочется попить холодной водички не знаю источник действующий либо нет доставка воды вручную каждый марш в спуске завершался площадкой где могли разойтись в водоносцы ага осадный колодец используют в качестве источника воды для населения спикерами в случае длительной осады а вот осадный так значит осады я просто у меня в голове от жары перепутал осад это не от того что они охраняли осады если вдруг их так скажем осадили этот комплекс жилой то они пользовались вот здесь вот водой вдруг дождевая вода заканчивалась получается да следующая информация прекращение функционирования сооружения исследователи связываются с намеренным разрушением колодца хазары ну вот значит там воды уже никакой точно нет осада все правильно ну я просто зрители тоже прочитали а я тут хожу гадая как тупая бабушка все правильно идем дальше я просто у меня в голове почему-то осада что это они так скажем охраняли а осад это действительно это же наоборот это если их окружали и заканчивалась какая-то дождевая вода дождя не было то нужно же было что-то пить вот они вот видим у них этот был как раз ну своеобразный колодец что это такое что это такое ты уже раздеваться стал пойдем дойдем до лавочки сядем посидим что самое странное видимо из-за того что были дожди в Ялте 3 дня подряд ну они ливневые но они очень сильные были но проходили в Ялте в Крыму нас спасло что в Ялте был прямо там ливень до метра высоты вот 90 метров 90 сантиметров дождя выпало а мы были как раз в Бахчисарае но все равно влага нисколько не устали ну вот мы идем просто все сырые 93 миллиметра да 93 миллиметра вот это сантиметр это очень много но в том году было очень жарко но видимо сухо и было проще ходить а сегодня солнца нет влажное от этого вот прямо вот идешь и вот как с тебя прямо прямо течет девчонка там с парнем идут худенькие то говорят для нас это победа что мы поднялись вообще тоже все в поту очень просто такое вот ощущение знаете как будто ты футболки во влаге 500 рублей 1500 влог превращает перестает быть томным по пути вот мы встречаем еще пещера которая есть вот с этой и под нами мы прошли в прошлом влоге кто захочет посмотреть посмотрите потому что мы в них спускались и снимали единственное почему в этом году проходим мимо потому что уже территорию ну не то что практически знаем но здесь были и знаем что ничего достопримечательного там нет поэтому за закакивать неинтересными кадрами мы не будем все интересное вот впереди за тем полуголым мужчиной который идет впереди паблик остался немножко там в стороне мы сейчас к нему вернемся по этой дорожке мы вышли на городскую площадь практически центральную я поднялся по дорожке сюда вверх потому что смотрю какая-то дорога идет и табличка продолжение экскурсии в прошлом году мы не увидели базилика или базилика храма который здесь когда-то стоял и скейкермен в общем прочитайте всю историю здесь храм который стоял практически все время существование скейкермен сначала он был одноэтажный потом к нему пристроили боковые части потом уже практически в самом конце его существования сделали настройки его повыше в общем это четвертая часть сейчас я вам покажу и прочитайте нажмете на паузу базилика или базилика наверное все таки базилика или базилика посещение платное почему-то написано ну кто-то здесь вроде как никто не собирает никакой дани ну ладно в общем первое место второе место вот мы с вами были третье и вот сейчас вышли вот здесь паша остался вот в этом месте а я чуть-чуть сторону отошел вот к номеру 4 вот информация об этом месте почитайте нажмите на паузу ну и вот так вот он выглядел естественно что сейчас он выглядит практически не как выглядит он вот так естественно уже остались одни камушки и где такое какой фундамент храм был видите большой поэтому остатки конечно даже потрясает что представляете столько тысячелетий прошло а он до сих пор так скажем ну практически остался то есть не в пыль превратилась все это и можно даже представить где что находилось здесь видимо уже что-то люди самостоятельно складывают возможно что здесь идут какие-то то ли раскопки или еще что-то пытаются хотя бы минимально восстановить как это было какие-то где-то может быть комнатушки либо еще что-то это чаще всего так происходит и вот в керчи а кстати очень часто так делают ну чтобы хотя бы показать очертания того места которое когда-то здесь было здесь вот конечно так вот только по периметру что-то есть а вот в этом месте даже сделан типа какой-то небольшой пол вот тут вот так вот все огорожено пойдемте посмотрим на горку на эту поднимемся что тут интересного пока никто плату не взымает ну какие-то углубления здесь можно только конечно додумываться что было при храме в этих местах возможно что-то хранили возможно что-то лежало либо вода либо еще что-то но есть это прямо как ощущение что как будто выкопанные а есть вот прямо вот такие вот места которые удивляют тоже своим а своими остатками столько времени прошло и видно что это лежит в земле представляете что это много много веков назад кто-то своими руками вот так вот выкладывал ну на могильник это конечно мне кажется не похоже хотя возможно возможно что это типа как склепы какие-то были около храма может быть здесь конечно что-то и находилась такое вот подобное потому что их вот несколько одинаковых вот раз два три четыре пять шесть семь восемь вот так он будет лучше видно девять десять одиннадцать вот ну возможно что здесь да действительно какие-то сегодня суббота может быть в будние дни здесь проходят какие-то раскопки проводят или еще что-то потому что как-то вот огорожено даже ленточкой но мы за эту ленточку конечно заходить не будем просто вот так вот со стороны посмотрим может быть я конечно там тоже что-то прочитал и между не увидел между строк но если что вы меня поправить или напишите как вы думаете что это могло быть похоже это на склепы либо нет почему-то именно это место ну вот видите перчатки да наверное скорее всего что здесь что-то восстанавливается археологи храм наверное был где-то тут что ли потому что про это ничего не написано по моему прочитал же может быть я опять ничего не это понял так идемте дальше смотрите даже колонна какая-то прямо круглой формы выточенная в то время то есть это не просто камни да которую можно было легко обточить и сложить круглая правильная форма одна колонна лежит больше я не вижу и вот вторая стоит в центре в центре сейчас посмотрим с какой стороны это место находилось по картинке примерно примерно хотя бы паблик идет думаю догадаешься сюда пойти или нет что ты догадаешься ты ушел ну а откуда я знаю где ты выйдешь я же вернулся я же не идет вернулся бы в одно и то же место ты прочитал что и пошел смотреть вот да видите вот колонны вот колонны и вот вот эти полукруглые истории они как раз стоят сюда вот она одна тут вторая и с другой стороны третья получается это как бы был задний вход что ли этот циркушечки а там был вход вот и вот эти как раз колонны там две валяются забыла сказать но вы уже наверное прочитали что это храм стоял в самом центре города городище эскикермен и он находился на самой наивысшей точке этого склона этой горы вот надо добавить это обязательно и для себя тоже пошли мы с вами получается вот по этой дорожке и вот по той улице мы прошли как раз к храму который сейчас видели здесь находится центральная часть города которая распространялась в общем это одна из центровых мест было видно что здесь есть пещеры для сбора воды для дождевой воды сделано специально углубление чтобы она скапливалась не просто так что плелась да чтобы ручьями скапливалась сначала в одно место в другое потом более глубже то есть это своеобразные такие колодцы для дождевой воды либо для талой воды в горах ну естественно что здесь тоже есть пещеры для жилья которые находятся рядом вот эти каналчики можете увидеть вот он видите канал идет который стекал в определенные места для сбора воды естественно что в этих же местах были не только жилые помещения но и места для хранения зерна и для всего остального поэтому здесь уже более интересно чем в начале снова видите каналы которые протекают для сбора воды потому что вода ну конечно скапливалась и каких-то небольших колодцах типа вот таких вот вот видите ступеньки еще того времени небольшой колодец небольшое пространство для хранения чего-либо ну и чтобы использовать эту воду и ту воду которая больше в колодцах ну и также чтобы она стекала в жилые помещения чтобы расходовать изначально ту воду которую есть в доме а потом уже ту которая накопилась вот желобки они видите идут по всей поверхности остатки которые идут вдоль так скажем древней крыши которые уходят и заходят в одно помещение потом оно стекает идет в другое помещение в общем все сделано и продумано человеком в то время прямо сто процентов обезотказно так он уже там но спустился он по этой лестнице я бы там же можно протянуть ну пройди ну пойдемте попробуем пройти спуститься с вами в эту пещеру здесь статья есть одно место которое можно будет перепрыгнуть и люди многим не догадываются как попасть несколько этажей в этих пещерах то есть и первый и второй этаж есть ну тут задом наперед а ты что забрался здесь что ли а ну так мы тут в прошлом году уже были и в прошлом году по-моему даже вот туда вниз лазил ну мы вниз с вами не полезем наверное потому что в принципе там точно такая же будет комната да все видите выточено руками человека есть специальные подставки под светильники вот эти штуки только так я не понял для чего они делаются видите они как для может что-то привязывалось я не знаю но вот такое ощущение что что-то для руки большие маленькие вот это вот большая ее не обхватить есть вот такие углубления как бы дыры есть вот так вот но я думаю что это вот как раз что-то для типа светильников было есть окна а Павлик стоит сейчас мы туда полезем видите тоже нужно было из одной комнаты перелезть в другую ну и как мы говорили их эти комнаты они есть однокомнатные двухкомнатные трехкомнатные с балконом без балконов как бы это не смешно звучало но так оно и есть ну попробуем быть древним человеком чтобы забраться и остались в другом там люди вдруг они меня хотят печенеке убить и побежал в другую комнату в печенеке и от хазар и от кого там еще ну еще от кого-то убегаешь есть вот такие большие ниши по лестницам спускаетесь ну можно спуститься посмотреть ну вот они одинаково одна и вторая одна и вторая но мы нам нужно отрываться от кричащих и орущих людей и идти в другую сторону все дальше и дальше потому что в некоторое место там люди не знают как попасть ну вот смотрите своеобразный колодец дождь прошел и вода стоит в нем понятно что здесь уже набросано всякого мусора но сейчас вы понимаете как это выглядело то есть в течение года таяние льдов снега вода поднималась и ее можно было использовать с кондиционером в разные места и подмываться и пить и еду готовить вот еще один колодец ну в общем тут такой экскурсовод что людей не водит где что интересно к церкви не повел так ну ладно спускаемся вниз вот еще одно одно жилище вот балкон пожалуйста можно было готовить здесь есть жить переходить с одной площадки на другую потому что здесь несколько ступеней с одной и с другой стороны и вот такой такая пропасть с одной стороны и там видите другой вот так может быть скала конечно была в то время ближе и она отошла уже со временем возможно что так и было в общем поговорить с соседями с одной стороны можно было перейти постоять у плиты посмотреть на вид из окна да и можно было выйти погулять на балкон прогуляться например здесь можно было посмотреть на прекрасные виды поговорить с соседями напротив у которых тоже вип место с балконом и за ступеньками наверх видите там говорит впереди очень все мне нравятся такие экскурсоводы я просто посоветовал посоветовал людям потому что они прошли я сначала не понял ну как бы они там ходят ползают я просто вышел говорю вы там церковь видели а мужик там начал говорить а потом понял что видимо либо это какой-то экскурсовод либо это какой-то местный который привел своих друзей чтобы посмотреть это место там нужно включать воображение ну конечно и здесь нужно включать воображение но там ничего нету в принципе там есть картинка там написана вся информация все это видели сложные уже какие-то места ну то есть там впереди много интересного помните вот как про этот мультик чего цигель-цигель часа на экскурсию и ходить по прямой сейчас проведет не часа экскурсия просто это ну запланированного человек экскурсии на эскейкере он быстренько провел люди были люди были деньги получил поэтому лучше всего ползать здесь самим тем более асфальтная дорога проехал посмотрел поэтому я чего говорю что экскурсовод должен попасться хороший так пойдемте дальше там кстати помнишь где-то рая соль дай дальше много всего интересного одни из самых больших пещер вот они как раз находятся здесь но здесь видимо с помощью экскурсовода люди поняли как на ту сторону перейти потому что в прошлые годы когда мы там ползали люди никак не могли понять как вот это все туда попасть как перейти и как перелезть здесь ущелье расширяется а туда оно сходится ближе ну где-то метра полтора метр нужно будет просто перепрыгнуть вот поэтому можно попасть и даже вот в эту пещеру ну мы подождем когда они оттуда уйдут наверное да здесь очень хорошая фотография у меня и у Паши в том году была но мы их обновим в общем пока мы людей ждем посмотрите на эту красоту которую мы сейчас можем наблюдать и наблюдали много веков назад наши с вами предки они уже практически выходят и мы можем вот здесь перепрыгнуть на ту сторону и попасть в самый мысик той пещеры видовой и сделать крутые фотографии пока посмотрим что вот здесь еще одно ущелье тоже желобки тоже желобки видите и еще один колодец скорее всего это проход еще одной пещеры которые входят с другой стороны вот там вот можно перейти где люди ходят на эту сторону так же сказать что древние люди занимали места как уже искусственно созданы самими людьми да то есть вырубались и были природные такие вот ущелья гроты где им ничего не приходилось вырубать просто они там обживались поэтому где-то видно что есть рукотворные пещеры где-то созданные природой есть очень шумные туристы как например эти очень шумные матерятся говорят что я матерюсь где-то во влогах а здесь просто слово через слово мочеки летят но это их дело говорит о их культуре и воспитании но смотрите какой какая пещера как сделано да интересно как будто какое-то животное глаз как будто бы чей-то и тут будет работать действительно воображение видно что есть искусственные места вот например круглые в пещерах то есть люди сами продолбили а есть сделанные природой такие окошечки пабликсинное место здесь крутые фотографии получается причем этот мужчина экскурсовод я не знаю кто он друг или экскурсовод он делает какие-то странные фотографии в каких-то странных местах причем виды в пещеру а не на наружу посмотрите какие прикольные виды кто кстати вконтакте на меня подписан в этом долгое долгое время стояла фотография именно вот с этого места с этого вот обрыва помедитировать здесь и сделать крутые фотографии павлик весь спотел ну ничего зато вон какие виды я кстати тоже весь сырой просто у меня футболка белая не так видно все здесь когда-то жили конечно люди жили обитали ели пили отмечали свои какие-то праздники и были наедине с самим собой и с природой чтобы не было я не знаю это все что значит это не очень много таких моих и доходах